Сейчас мы переходим к 89-му году. Опять партия Каспарова. Каспаров с Салову. Салов был претендент на корону в 80-е годы, потом он бросил шахматы. Сейчас проживает в Испании и вообще в шахматы не играет. Ну, бывает такое. Адьянов был один из претендентов на первенство в мире. Игра, это было очень успешно. Вот. Значит, Каспаров первый, Салов в черном интернете в Берселоне в 89-й год. Конь Ф3, Конь Ф6, С4, Б6. Ну, этот идет, помню, что С4 в принципе определяет английское начало. Пока я не играю пешку Д, но в Испании возникает, когда пешка Б6 правильная, что он играет Б6. Пешка белая стоит на Д4. А если пешка не идет на Д4, то сыграл ход против Т3, это дебют, называется дебюту Весе, дебют третья. Значит, Б6, Конь Ф3, Конь Ф3, С5, Е4. Ну, черная, видите, на Е4 допускает такой ход, это какая-то смесь получается, кому-то открытая начало Е4, но не на первом ходу. И в центре всегда хорошо занять Е4, Д6. Черная, белая, С4, Д4. Размен на Д4. С4, ЦД, Комь Е4, С7. 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 Белая, Б6, С5, 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 Ж3, С5, 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 С5. С5, 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 С5. Поэтому это временное неудобство. Но Ф3, К2 защищает обе пешки. И Е4, и С4, и какой-то, который давление парень Д, парень И, ну, в общем, нормальный ход. Фез Е2. Черная цепляковая БД-7. БД-7. И белая, В8 слона, Ж3. Ладят С8. Ну, небольшая давление на пункт С4. Но Ф3 прикрывает это поле. Поэтому... Раньше прикрыла слон. Теперь стоит Ф3. Он защищает это поле. Поэтому слон может закончить ракетию. С2. А6. Кюрн... Чтобы как-то совет закончить ракетию, надо будет рано его сыграть в фешке Е6. Но тогда здесь неприятно будет, когда я пункт Д6 после ПМП-5, это после пешки, может быть, я гораздо еще слабый, или нет. Отсталый. Правильно? Отсталый. Отсталый, да, но не давление поясения. Поэтому... Черная цепляковая играют А6, чтобы пункт БП-5 защитить. А6. А6. Тут последняя лакировка. 6C7. B3. Белые решили слонатом и перекинтировать Байда. Пошли диагнозами, сзади нашу 8. Е6. Ну, черные играют надежно, защищаясь, но как-то немножко вяло. А у Белых, это уже центр мощный. И здесь, эта позиция была известна. Слондис развивался, это на два, это на два. Ну да, ну как, Каспаров применяет еще не мощный навинку. Вот здесь показал неожиданный ход. Нет, а вот, какой неожиданный ход может быть? Отсюда? С жертвой, с жертвой. Почему жертвой? Ну, это не жертва, это просто развився на море. Ну, это жертва коняда, но не понятно, что за его коня может быть. Ну, таки там, поле, конь презердуют. То есть, ничего такого не достигло. Другого коня можно пожертвовать, как и вам. Конь, да, выезжайте. Вот, такой шерпит ход. Это дело для Аспарова. Нет, ты правильный, что показал, это поле. Конь ты пятый, именно жертва. Здесь он просто съезд коня и ничего нету. А здесь если, а коня надо видеть, потому что коня, вы говорили коня, плохо видеть. Потому что, последовательно, это еда шах. Может, не последовательно, вы говорите, но, просто, неприятно. потому что, непонятно, как ходить. Если корабль оставит в центре, то, конечно, он погибнет. А если, словно, не сильно пойти, то я и один. И здесь, от этой связки, очень трудно защититься. Просто адаптировать, трудно давать. Но это, стиль космологов, чтобы идти в мощной атаке. Ничего классированного здесь нет. Просто это очень сильный, сильный. Коню? Да. Да. Значит так? Да. Ну, тогда, черные, когда ничего не пожертвовали, они просто, они даже, конечно, не нравятся. если пять, десять, много раз. Если ты играешь, или пять, или пять, очень неприятно. Здесь, черные, тогда, ничего не пожертвовали. Поэтому, здесь, такой формул, конечно, что у нас происходит? На и четыре. Пешку вернуть надо. Белую. Белую пешку надо вернуть на и четыре. Да. Вот. Но, черные, испугаются, в общем, в ходе Д5, черный сразу испугался, в ходе Д5, чтобы скрывать эту линию, не получить массу, он отступил с резьём. Отступил с резьём. не хотел брать. А почему он сюда не пришёл? Мне кажется, более в тени. В тени надо, нельзя потерять. А так, почти вообще, в тени не заходил. А, да. Вот поэтому, мы нас собираем на 8. Последовало, я Д1, ну, давление парни, да, застает, продолжает жертвовать, а я, ну, тот, все равно не решается, и играет в Р6. То есть, хочет, вот, слона, вымеси ножи 7, и рокировок, но, не ослабляя, не сбивая линии, не ослабляя своего крака. Последовало, с ножи 5, теперь управление, сильное очень. С ножи 5, и черт собирает, слон же 7, естественно, конь по двое, слон же 7, белый разменяли в 6, слон беду в 6, конь беду в 6, нет, конь беду в 6, конь беду в 6, конь беду в 6, не правильно. И здесь последовало, конь беду в 6, просто, белый выиграл пешку, белый выиграл пешку, ладьян спел на Д8, но конь там, пока сорвался, то есть, его, он не вернется обратно, тогда уже, черный, он драгируется, если, и возможно, на 5, он может убрать. Но, белый, не дают, Каспаров не дает, возможно, стало закончено, но, в принципе, сейчас у всех двух ученых ноль-ноль было, правильно? ноль-ноль, и пешки нет, но конь там не может завяз, поэтому ученые прослала, ну, и линия беда пешки держится, центр держится, но, не тут то было, как, Каспаров делает еще один, он нет, он, например, Е5, Е5, но, ну, черный, ну, король бьется, а, нет, вот видите, это как, наивные, 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 в 6, 64, 116, и черный, наивные, в 6, Нет, пока не проиграли в город. Если они вот сюда, то ферз берет. И, кстати, вообще хороший парень, если они сейчас ракернутся, то они крепко держатся. Но не такой Каспаров. Он его руками не возьмет. Он делает начальник ферзи. И забирает его руками. А наоборот ферзи шесть. Ферзи шесть. Нет, у ферзи шесть уже слишком. Конь не шесть, правильно. Видите, как он слона не забирает, а сначала ферзи шесть. Ну, фактически он эффектно совершает атаку. Потому что под боем и белый конь, и черный слон. Вот этот конь под боем, и слон под боем. Вот. Сейчас все высказали висит. То есть, число под бодевшее фигу все фигуры висят. Этот конь висит. Этот конь висит. Этот свон висит. Стоит еще ладя висит все. Там ладя висит все. То есть все эти фигуры в воздухе сядут, но, тем не менее, тут уже можно сдавать, потому что в королеве были деваться. Чёрная мысль победная Е6 была, Лафье, Фельдбер Е6 шар, Фельдбер Е6 шар, слон Е7, слон Е7, и теперь ещё один эффектный ход. То есть опять белые, могли бы, конечно, взять на Жен-Дуа, но тогда это бы 6-й сиской. Пока фигуры нет. А конь Ди-5 я могу слону. Конь Ди-6. Лафье, Фельдбер Е6. Лафье, Фельдбер Е6 может быть. Лафье, Фельдбер Е6 я вам просто поместила. Лафье, Фельдбер Е6. Ну, он сделал ещё один изяющий ход. Он собрал сипец. Просто десятью коня, прорыв ещё по лилеи Д. Ну, и вот здесь... Заметьте, что по-прежнему у Каспарова фигуры нет. То есть делали изяющие ходы, жертвы направо и налево, а фигуры это всё ещё нет. И тот сыграл здесь... Слово-7 отступил, решил сохранить слона. Но это уже показалось не именно. А упорнее... Как потом выяснилось, что... Упорнее было слона на Савердбер Е6. Это же требует анализ. А он пошёл на В7. И здесь последовало доживание. Ладья Е1. Ладья Е1. Ладья Е1. Так, напало Е7. Что делать? Ведётся ход Фельдбер С7. Фельдбер С7. И ещё один красивый ход. Ещё один красивый ход. Фельдбер С7. Фельдбер С6. Да. Фельдбер С6. Фельдбер С6. Эта слона не присутствует, потому что всё равно мало есть. Это Е7. Поэтому, что делать? Ведущий ход. Без слона. Нет, то есть перед пешком, а потом сломается шесть, сломается шесть, тогда он просто еще играл в СИЗО, спокойно, плоднокровно играет без фигуры, да, без фигуры-то, но уже все фигуры перевязаны, уже играет просто этого слона по безладию, вы не можете иметь опять-таки средний зават. И король, видите, как он медленно играл вначале, так он не успел регироваться, ему надо было, конечно, снова регироваться намного раньше, и так его король и доставил в центре. Милорец-1, он сумел под ГАД-7, жертвует качество, но если, ну, в этой стране еще не спасает, под ГАД-7, и здесь, здесь что? То есть, опять, у черных материально, если черный, кстати, черный пополучник, потому что два слона, как вы знаете, с такой нормальной позиции, это, кажется, больше, чем под ГАД-7, но пешки, правда, нет, но он все равно, да, пешки, да. Каспар, у него такой тонкий, тихий ход, называется тихий ход, он просто остыпает везде, вот, конечно, и без сердечек черный бы мог успокоенно стоять, а то даже не на выигрыше, он просто берет и остыпает везде, 34. Вот теперь, потому что слон и си, короче, еще в центре, черное, слон под МОЛ, что он был наступить, слон и си, и теперь он, с другой стороны, философия, тоже довольно эффектно. С другой стороны, философия. Ну, и здесь, что здесь делать, здесь, как ходить, прокуроровать нельзя, потому что, ведь нельзя, нельзя, нельзя прокуроровать на седьмую, и тогда этот слон теряется, и этот слон теряется. И нельзя было, если причинял, что я пришел, а потом уже, если вы никуда не спасете. То есть, я только не могу, а то и другое, поэтому он подтянул ладьем, как будешь, уже дает, сам подтянул, тогда последовало 5 по 8 шаг, 2 по 8 шаг, 2 по 7. Кажется, что черное теряется, смотрите, напал на фельдзя, напал на фельдзя, два слона, например, за ладью, что делать, вот, это сделано еще один, если в этот конец, фельдсподбольный, но он тоже напал на фельдзя, и вот здесь уже черное теряется. Такой красивый, как в этот конец, потому что, если я беру фельдзя, то и я беру фельдзя, и висит этот слон просто, это ладья, например, набирает слона, а если вы защищаете, потеряете этот слон, так отыгрывается слон, и черное оказывается просто лишнекачественное, конечно же, но для шагматистов такого уровня, можно назвать, что это психорный царь. Всего лишь 29 классов, считается, что если до 30-го года, это как бы называется миниатюра, то есть вот такую миниатюру создал Господа.